11 октября 2024 год. Хотелось бы немножко пролить свет, дать разъяснение. В связи с тем, что сейчас часто слышу и вообще мне многие говорят просто лично, что россияне на 2025 год, вопреки ожиданиям, у него был бюджет рассчитан на уменьшение, они его наоборот увеличили, там, ну, условно, не условно, даже с 10 триллионов рублей до 13 триллионов рублей. И типа у России будет больше. Возможности воевать, это в бюджете имеется в виду именно на военные нужды. То есть поэтому даже сильнее будут наступать россияне, чем в 2024 году, в 2025. Объясняю, где здесь ошибка, ребята, смотрите. На очень простом примере. Я не нашел данных за 2022 год, сколько давали единоразовую выплату за подписание контракта с российскими вооруженными силами в 2022 году. Ну, а вот в городе Егорьевске, что ли, по-моему, Московской области в августе 2022 года единовременная выплата за 2022 год, август 2022 года, за подписание контракта с российскими вооруженными силами, составляла 600 тысяч рублей. 7 октября, сегодня 11, 2024 года, единовременная выплата человеку подпишет, ставшему в России контракт в Белгородской области с Российской Федерацией, составила 3 миллиона рублей. Это пятеро больше, понимаете? То есть для того, чтобы привлечь одного и того же единицу, одного солдата на поле боя в попытке убить украинца, то есть Российской Федерации через год приходится тратить, в 2023-м приходилось при подписании тратить 600 тысяч, а сейчас в пятеро больше. Понимаете, что 10 триллионов и 13 триллионов, это точно не пятикратное увеличение. То есть пятикратное было бы необходимо, если бы хотя бы Россия на том же уровне хотела поддерживать набор людей, финансовые возможности по набору людей вооруженной силы. Я даже сейчас не касаюсь того вопроса, что если еще в 2023 году там такие более молодые люди нанимались, сейчас вот я верстку читаю, там слышу, что на нее ссылаются, вернее, что большая часть призывников сейчас в Российской Федерации, это уже даже не 40+, а 50+. То есть мы этот момент оставим. Я просто говорю, что для того, чтобы привлечь одну единицу на поле боя солдата, России сейчас приходится тратить в 6 раз больше, а бюджет увеличился не в 6 раз больше. Понимаете, и то же самое касается, допустим, нужно на вооружение какое-то потратить, Российской Федерации условно танк создать. Танк там, допустим, черный металл и все остальное это Россия делает сама, вопросов нет, там 100 рублей напечатает, сколько захочет, столько и даст там людям, да, за талоны будут работать, за купоны. Но сейчас основная ценность там любого практически продукта на линии фронта, это не металл, не груды металла, а технология, которая позволяет там, я не знаю, ночное видение, технология там прицеливания, технология, да блин, ну всего чего угодно, понимаете, никакого отношения, это высокие технологии, начиная от дронов, квадрокоптеров этих там, ну, то есть заканчивая просто тем тепловизионным прибором, который я с собой тяга, да, то есть это все надо покупать за рубежом, за рубежом это значит, надо на это потратить больше денег, на это больше денег, то есть сейчас у нас сколько там рубль 100, да, он обесценил, я имею в виду, что с 23-го года до нынешнего момента рубль обесценился, ну, я не знаю, насколько, был он, по-моему, в 23-м году, 75, я не помню, врать не буду, ну, точно не под сотню, ну, не 100 рублей, как сейчас. Да, то есть даже в этом смысле россиянам все равно тяжело будет тратить, то есть тратить-то они могут легко, но приобрести за эти деньги они уже смогут гораздо меньше, понимаете? Так что не смотрите на абсолютные цифры, абсолютные цифры увеличились, но, понимаете, я в бытность одно время получал 3 миллиона купонов в денег, это огромная в абсолютных значениях цифра, но по факту это обозначало, что это среднемесячная зарплата там не обычного рабочего, я всю свою жизнь рабочий, да, так что то, что это 13 триллионов, и сейчас говорят, что это будет 130 миллиардов долларов, что ли, ну, совершенно не обязательно это будет в следующем году 13 триллионов, может, это будет в половину меньше, посмотрим, как нефть себя поведет, насколько обесценятся, девальвируются рубль, то, что так учетную ставку повышают там все эти набиуэли, оно признак, то есть в Украине 13% учетная ставка и падает, а в России, блин, 19 растет, сейчас обещают, что за 20 выпрыгнет, это не есть хорошие признаки, то, что УФЗ, да, облигация федерального займа не может Россия при низком долге, там, каком-то экономическом своем внешнем, внутреннем, она не может занять денег, потому что никто под низкие проценты не дает огромное количество, ну, это, короче, уже все мутно, проще всего, блин, запомнить то, что, ребят, в прошлом году нанять одного утырка, блин, в России, для того, чтобы он поехал, поубивал украинцев, стоило 600 тысяч единоразово, а сейчас это 3 миллиона через год, да, но это один из уже самых утырок и даже еще худшего качества, я так понимаю, чем в прошлом году, из-за возраста, мне самому 6 десяток, я понимаю, я в отпуске ходил в больницу, проверял, почему я не могу выполнять задания, задыхаюсь, я думал, может, я заболел, там, меня там за уклониста приели, оказывается, нет, я просто старый пердун, все со мной нормально, а я не угоняюсь там за 20-летними пацанами, ну, оказывается, что нет, я не то, что там болен, я просто старый, и так что вот те, которые сейчас набирают людей, то есть воевать после 50 тяжко, ребята, так что, блин, особого взыску там с этого не будет, не переживайте, да, по поводу журналистки украинской хотел сказать, конечно, умерла журналистка украинская на этапе в российском, россияне просто рафинированные утырки, рафинированная образота, которая, не знаю, как мы жили, мы украинцы, жили с ними в одной стране, сейчас 95% пленных украинцев по зачетам ООН проходят через пытки, не говорите мне, что это воюет не Путин, то есть Путин воюет, эти все остополняют ее приказы, нет, пытают, насилуют вот это в бучах, да, то есть посмотрите, а что это ООН, это же не Украина говорит, о том, что насилуют девушек там от 15 лет и до 90 старух насилуют, понимаете, какие-то зверства делают, то есть россияне это просто какие-то врожденцы, какой-то выведенный рот, я не знаю просто, как удалось это за 30 лет, и по-моему, все-таки при Союзе такими не были, они как-то усредненные были, не было такой диспропорции, сейчас, когда 16 наших пленных пацанов расстреляли, да, просто, не хочу говорить, ну просто, украинцы, мы держимся, не смотрите на их деньги, у них, конечно, куча дармовых денег, им США там, блин, крайник не перекрывает этих долларов, США боится, не дай бог, чтобы Россия под Китай полностью не лягла, хотя она уже лягла, не полностью зависит, ну, нам свои работы, нам надо просто перебить эту Орду, и пока мы с этим справляемся, я надеюсь, что у нас и мозгов достаточно, и людей, которые готовы за свою страну, за Украину убивать и умирать, тоже будет достаточно, все будет в Украине, не переймайтесь.